Вопрос. В этом году я совершил паломничество. В день праздника, после бросания камешков в Джамрату-Л'Акбат-Иль-Кубра, я направился в заповедную мечеть и стал совершать обход Ифада. Во время него меня посетили сомнения. Совершил ли я три круга обхода или четыре? Я решил, что совершил четыре, так как считал это более вероятным. После этого, во время шестого обхода, я опять засомневался. Совершил ли я пять кругов обхода или шесть? Я снова посчитал, что шесть, так как думал, что это ближе к истине. После я закончил обход и совершил молитву за Макамом Ибрагима. Потом я совершил пятничную молитву и все это время считал, что обошел семь раз вокруг Каабы, и сомнений этому нет. Однако на второй день бросания камешков в Ташрик, я стал совершать прощальный обход вокруг Каабы, желая совершить только прощальный обход. После того, как я покинул Мекку, меня посетили сомнения. Нет ли вероятности, что я оставил некоторые круги обхода Ифада? Должен ли я вернуться и совершить этот обход вновь? Я проживаю в городе Хайль в Саудовской Аравии. Если я вернусь для совершения обхода, то необходимо ли облачаться в Ихрам из определенного Меката? И нужно ли мне брить волосы? Ответ. Хвала Аллаху. Во-первых, мы уже разъясняли, что большая вероятность в вопросах фикха берется за истину. Во-вторых, сомнения в обходе вокруг Каабы может возникнуть во время его совершения, а может и после. Если сомнения посетили человека уже после обхода, то они не имеют значения, если только сомнения не подтвердятся твердыми неоспоримыми доказательствами. Если сомнения посетили человека во время обхода, если обе вероятности равнозначны, то необходимо держаться меньшего количества. Например, если человек сомневается, совершил ли он пять или шесть кругов обхода, и не знает вероятность какого количества кругов больше, то ему следует придерживаться мнения, что он совершил пять кругов, и продолжить. Если одну из вероятностей человек считает большей, то он придерживается этого, как и в молитве. А после он ничего не должен возмещать. Например, если человек сомневается, совершил ли он пять кругов обхода или шесть, и он считает большей вероятностью, что совершил шесть, то он совершает седьмой круг обхода, и обход, если пожелает Аллах, будет верен. Передается у Абдур-Раза'ка в Аль-Мусаннифе и Аль-Фа'кихи в Ахбар-Уль-Макка от Ибн-Джурейджа, что он сказал «Ата, я засомневался во время обхода, два или три». Он сказал «Следует тому, что является более вероятным». Я сказал «Я совершал обход вместе с одним человеком, и мы не пришли к одному мнению. Следует ли мне считать то, что является более вероятным или брать за основу меньшее количество?» И он ответил «То, что является большим по вероятности в вашем мнении». Шейх Ибн-Усеймин да помилует его Аллах на вопрос «Если человек засомневается во время обхода, то основываться ли ему на истине или на большей вероятности?» ответил «В этом вопросе есть разногласия, такие же, как и в отношении человека, который сомневается в количестве совершенных молитвенных ракатов. Среди ученых были те, кто считал, что человек должен основываться на большей вероятности. Другие же сказали «на истине». Пример. Во время обхода человек стал сомневаться, совершил ли он пять кругов обхода или шесть. Если ни одно мнение не имеет большей вероятности, то он основывается на меньшем количестве, так как это количество он точно совершил. Если же мнение, что он совершил пять кругов, человек считает ближе к истине, то он основывается на том, что совершил пять. А если шесть, то среди ученых были те, кто считал, что ему следует считать верным шесть. А другие говорили пять, ведь это истина. Пять он точно совершил. Верное мнение гласит, что человек должен опираться на то, что считает более вероятным, более близким к истине, как и в вопросе с молитвой. Поэтому в предыдущем случае он считает, что совершил шесть, и совершает седьмой круг обхода. Если же сомнения посетили человека после того, как он совершил обход и покинул место обхода, то в этом случае они не имеют значения. И человек не должен обращать на них внимания, если только он не убедится в своих сомнениях. Шарх-ль-Мумти, том седьмой, страница 249. Таким образом, ваш обход верен, если пожелает Аллах, и вы не обязаны совершать его вновь. А Всевышнему Аллаху ведомо лучше.